Канал Али Аттисам представляет Вот мы продолжаем уроки по разъяснению хадиса пророка, саллилллаху алейху ассалам, из книги «Джамию ас-Сахихаин». Это у нас 21 урок. Голова, рассказывающая знамения пророка, саллилллаху алейху ассалам, и вера в него. Это весь глава про это говорится. Бухарий и Мусульм передает от Абу Хурайра, ради Аллаху ассалам, что пророк Ана Расул Аллахи, саллилллаху алейху ассалам, что пророк Ана Расул Аллахи, саллиллаху алейху ассалам, сказал «Дали знамения, такие же знамения другим пророкам дали». Но мне, говорит, Аллах, субханаху ата'ала, дал откровение, которое было ниспослано ко мне, это имеет в виду Кур'ана. Я желаю, говорит, что я буду судный день, который самый больший последователь, который будет из пророков. Этот хадис передает нам Абу Хурайра, ради Аллаху ассалам, от пророка, саллиллаху алейху ассалам. Знамений пророчества нашего пророка, саллиллаху алейху ассалам, очень много. Это кто читает истории пророка, саллиллаху алейху ассалам, он их увидит в течение 23 года, сколько знамений было у пророка, саллиллаху алейху ассалам. Здесь он говорит, каждому пророку дается знамение, му'жиза, чудо, которое указывает, что он является пророком от Аллаха Субханахуа Та'аля, и люди уверяют в него. «Ва инна макана ладзи утит вахин», который Аллах Субханахуа Та'аля, который дал мне знамение, это является вахи, откровение, это Кур'ан. И здесь указывает, что пророку Субханахуа Та'аля дал чудо, знамение, но самое отличающее знамение, что пророку Субханахуа Та'аля было, это Кур'ан. Какой связь со знамением и концы, которые пророку Субханахуа Та'аля докончил, хадис, который говорит, я желаю, что у меня будет больше всего последователей из пророков. Это, которые следовали за пророком Субханахуа Субханахуа Та'аля будет самая большая община из общин пророков. Здесь говорится в хадисе, что нет пророков, кроме как ему дал Аллах Субханахуа Та'аля знамение, которые дали до него, которые были пророком. Кроме Мухаммада Субханахуа Та'аля, ему эти знамения дали, сверх этого дали Кур'ан, который не было дано другим пророкам. Другим пророкам дали откровение, Таврат, Инжиль, Забур. Но это откровение не было му'жизатом, чудом, который невозможно такого писать, который невозможно изменить. А этот Кур'ан является чудом досудного дня. Мы должны понимать, что пророку Субханахуа Та'аля дали такие же му'жизаты, чудо, которое дали до него, которые были пророком. Или же большинство, которые пророку были му'жизаты, нашим пророку тоже дали. Но оживлять мертвых, как оживлял Иса, алейхиссалам. Хоть он даже не был историей пророка, что он оживил мертвого, но он оживил даже неодушевленные вещи. Дерево разговаривало с пророком Саллеллахуа Алихиссалам. Камни Салам давали пророку Саллеллаху Алейхи Васалам. Пенек плакал, как живое. Пророк Саллеллаху Алейхи Васалам говорит, я знаю, в Мекке есть камень, который мне давал Саллам. Да, пророчество даже. Но чудо Кур'ана. Это особенное чудо для пророка Саллеллаху Алейхи Васалам. Таком чудесе не было у других пророков. И чудо пророков заканчивается после их смерти, когда пророков нет, то их чудо не осталось. Но чудо нашего пророка, саллиллаху алейху ассалам, Коран, после его времени тоже осталось, из-за того, что оно осталось, это чудо. Его чудо не заканчивается. То, что оно рассказало, что будет досудный небо, уже в каждом веке новые откровения открывается, то, что Коран рассказал. Из-за этого за ним следуют многие люди тоже. Кады Ияз говорит, чудо нашего пророка, которое было, это как они умирали, это заканчивалось. А чудо нашего пророка, Мухаммада, саллиллаху алейху ассалам, это осталось досудного дня. Чудо Курана, красноречивость Курана, которое не могут все арабы вместо объединиться, написать такой Куран. Это самое большое чудо, которое 1400 лет, даже арабы не старались такого написать. Самый пик век был в красноречивости, это век пророка, саллиллаху алейху ассалам. Даже они не пытались такого написать, потому что уверены были, что не смогут. Если они не смогли, тем более сейчас, когда язык испортился, красноречивость стала очень меньше, тем более сейчас не могут. Куран остался всегда чудом, которое невозможно написать таким красноречивостью и такими рассказами, которые каждый год новые чудо появляется. И имам Науи говорит, еще другое различие. Чудо пророка, саллиллаху алейху ассалам, отличаемые черта его от чудес других пророков. Некоторые чудеса, то, что они делали, у них даже некоторые представляют, что мы можем такого делать. Например, когда Муса, алейху ассалам, его чудо было превращать в фосух, в змей, и черная рука белая становилась. Это реально, это не было колдустом, но колдуни подумали, мы тоже это сможем. А чудо Курана, на него похоже даже невозможно быть. И не старались даже такие красноречивые арабы, чтобы создать подобие Курана. Потому что они знали, что это невозможно и не смогут. С этого понимается отличие Курана от других чудес. Первое, что чудеса других пророков, на них подобные были до них тоже, как в хадисе сказано. А чудеса Курана такого не было. Второе, чудеса других пророков заканчиваются смертью этих пророков, алейху ассалату ассалам. А чудеса Курана не заканчиваются после смерти Мухаммада, алейху ассалам. Чудеса пророков, которые были, могут быть даже люди представить, что мы тоже такое создадим, что это сихр и то другое. Но Курана такого невозможно представить, что такое можно даже делать. И не представляли арабы самым вершине, когда их красная речисть была даже. Из-за этого Куран остался чудом до судного дня. И будут самые большие последователи за пророком, саллиллаху алейху ассалам, по причине этого Курана. То, что здесь сказал, что я желаю, что моя община будет самая большая община, это тоже является одним из чудес нашего пророка, саллиллаху алейху ассалам. Когда даже столько мало сподвижников было, он этот хадис рассказал, что моя община будет самая большая община. Смотрите, как она большая стала после смерти пророка, саллиллаху алейху ассалам. И пророк, саллиллаху алейху ассалам, в достоверном хадисе говорит, «Клянусь тем, в чьих руках моя душа». И клянусь Аллахом, говорит пророк, саллиллаху алейху ассалам, «Я желаю, что вы будете четвертой часть обитателей рая». Четвертой часть обитателей рая. «Факаббар» нам сказал Аллаху Акбар от радости. Сподвижник говорит. Потом говорит, «Я желаю, что вы будете третьей часть обитателей рая». Мы еще так пересделали Аллаху Акбар. Он сказал, «Я желаю, что вы будете половине обитателей рая». Если все общины, которые до пророка были, столько пророков было, все вместе считать, община пророка половина будет, говорит, я желаю. Мы тогда тоже Аллаху так и сделали. Потом пророк, саллиллаху алейхи вассалам, в другом хадисе нам рассказал, мы даже больше, чем это будем, в раю. Пророк, саллиллаху алейхи вассалам, говорит, хадис, который передал имам Ахмад, что в раю люди, которые в рай заходят, будут 120 рядов. Всех людей будет 120 рядов, из них, говорит, 80 рядов будет из нашей общины, из этого общины. Представляете? Все люди, которые, как создан Адам, саллиллаху алейхи вассалам, до нашего времени, до пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам, из них будет 40 рядов, от посланника Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам, его община будет 80 рядов. Получается, 3 четвертых частей рая будет община Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам. Когда такие рассказы мы слышим от пророка? Мы должны еще больше довольствоваться Аллахом и религией ислам, чтобы она была нашей религией, и Мухаммадом, как пророк и посланник Аллаха. И мы должны гордиться, что Аллах нам дал такой нигмат, такое благо, что Аллах из всего этого миллиарда людей нас выбрал, чтобы были мусульманами. И Аллах, Субханава Та'ала, в Куране объяснил тех людей, которые следовали за пророком, их атрибут является, чтобы они будут довольствоваться Аллахом, Субханава Та'ала. Аллах, Куран, говорит, «Радия Аллаху анхум, вараду анхум». Аллах был доволен ими, и они были довольны Аллахом, Субханава Та'ала. Мы довольны Аллахом в его законах, мы принимаем его законы. Мы довольны Аллахом, что Он является нашим Господом, что Он является тем, кто мы поклоняемся для Него, Субханава Та'ала. И нам рассказал пророк, Субханава Та'ала, если мы будем довольны Аллахом, Субханава Та'ала, и религией Аллаха, Исламом, какой награды от Аллаха мы получим? Пророк, Субханава Та'ала говорит, Хадис передал Саад ибн Абива-Кас в «Сахехе муслимы». Нет человека, который услышит «Азан», «Акбар», призыв, который намазает, когда услышим, когда муаззин доходит до слова «Ашхаду Аллах, Иллах, Иллах». Когда муаззин скажет «Ашхаду Аллах, Иллах, 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 Илла Тот человек, когда азан слышит, когда младенец говорит, ты говоришь, я тоже свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха Единого, которого нет для него сотоварища, и посланник, и Мухаммад является посланником Аллаха, и в конце еще добавляет слова, Я доволен Аллахом, как Господа, и Исламом, как религия, и Мухаммадом, салли Аллаху алейху, я доволен, как пророка и посланника, если это слово тоже добавишь в конце, Все твои грехи, говорит, Аллах прощает. Это вознаграждение от Аллаха, если мы будем довольны об Аллахе и его религии. О, мусульмане, будьте довольны религией Аллаха, принимайте вся религия Аллаха целиком, следуйте за приказами Аллаха и приказами Пророка, салли Аллаху алейху асалам, И повинуйтесь приказами Аллаха и приказами Пророка, салли Аллаху алейху асалам, и принимайте их довольны. Не просто как тяжесть, которую мы тащим в этой религии, нет, мы должны быть довольны этой религией. Этого мы делаем и гордимся этой религией. Иншаллах, если так мы будем соблюдать религию Аллаха и будем довольны Аллахом и его религией, иншаллах мы станем в судный день с пророками, и ситтихами, и шухадами. Пусть Аллах дарует всем нам иман, и Аллах дарует нам. В последний день на вечернем, иди отвернемся на пророками Аллах, сделаем Амин, 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 Амин. Вал Хмдул Аллах, Руб, Алямин.